Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 19 мая день Иова назван в честь святого праведного и многострадального Иова. Он по рождению своему происходил из племени Авраамова. Жил он в Аравии. Местом пребывания его была земля Хус, которую населяли потомки Уца, племянника Авраама, сына первенца Нахора, брата Авраамова. Иов был человеком истины и отличался безукоризненным поведением, справедливостью, с доброжелательством ко всем и благотворительностью. А более всего боялся Бога. В народе этот день называли по-разному. День Иова, Горошника, Рассенника, Огородника. В это время по утрам часто выпадала роса. Отсюда название Рассенник. Причем сегодняшняя роса считалась целебной. Если на Иову росы много, то будет хороший урожай огурцов. Сегодня старались сажать горох, тыкв, бобы и другие овощи. По той причине говорили, что наступил день Иова, Горошника, Огородника. Горох высаживали на заходящее солнце, на сырую землю при убывающей луне. Учитывали ветер. Если он дует с севера, говорили, что горох будет жестким. Юго-западный или западный ветер, горох будет мелким и червивым. Пассивы обычно сопровождались заговорами. Сажали семена на закате, чтобы птицы их не поклевали. Считалось, что урожай будет богатым, если семена сажают женщины. Примета. Большая роса и ясная погода к большому урожаю огурцов. Нет утренней росы, жди перемены погоды. Очень интересный комментарий, вернее вопрос от Елены Лисицкой. Инна Петрович, добрый день, мне 37 лет. Елена, хотела бы провести курс голодания. Возможно ли получить от вас некоторые консультации за определенную финансовую поддержку? Финансовая поддержка это, конечно, очень хорошо. Но смотрите, есть руководство. Не просто, знаете, вот книга по голоданию, которую я выставил. Голодание там в лечебных целях. А это целое руководство. С чего начинать и как продолжать. Курс голодания. Вы начинаете голодать раз в недельку. Для того, чтобы начать изучать реакции организма, своего организма. Он у нас различный. На вход в голодание, на проведение голодания, на выход из голодания. Вадим Лагрин сказал, а причиной страха и неуверенности в чем? А подумать, мол. А подумать. Елена пишет, присутствует страх и неуверенность в своих силах. Хотела иметь возможность лично получить информацию от Сенсея. Ну, развернутая информация в книге по лечебному голоданию. У меня развернутая, знаешь, как бы сказать, развернутишая. Вот так вот. Информация. Причем, смотрите, неуверенность в своих силах. Для того, чтобы именно почувствовать уверенность в своих силах, я как раз и говорил, что вы начинаете раз в неделю, даже раз, 24 часа, в две недели, в дни Икадаши. Легко и просто. Все вы делаете, наблюдаете за собой. И у вас вот это вот неуверенность в своих силах исчезает. Это у вас, вы нарабатываете знания, вы нарабатываете умения, вы нарабатываете энергетику, вы нарабатываете здоровье. Далее Елена пишет, зачем мне думать, если есть вы? Вот тут-то и огромная ошибка заключается. Знаете, когда вот такой ответ, эта ошибка заключается во всем, а не только в здоровье. Нет ответственности за свою собственную жизнь, за свое собственное благосостояние, здоровье, ну все, за личностный рост, успех и так далее. То есть человек не хочет думать. Он думает, что все это так будет, как-то, знаете, все само сложится. Обычно так не бывает. Обычно слаживается у тех людей, кто думает, как укрепить свое здоровье, как повысить свое благосостояние, как создать семью, как ее поддерживать там, как еще что-то, еще что-то, еще что-то. Как получить ту или иную профессию, что для этого надо сделать. Оно не само собой сложится, да есть там профессионалы, профессионалы, а у них опыт, у них знания. А у нас-то нету того знания. И это-то все надо получить. А для того, чтобы получить, надо в конце концов подумать. А зачем думать, если есть вы? Ну вот так и получается. А за вас думают, за вас уже давным-давно подумали, и вот недаром называют биомассой. Как хотят населением земного шара, какая-то там верхушечка, так она и крутит. Думайте сами. Так, Вадим Лагрин. В электронный формат книжки. И мне удобнее. Вот, смотрите. Авторские учебники. Авторские учебники. То есть у меня уже здесь целая библиотека. Вот голодание в лечебных целях. Раз, я щелкнул. И смотрите. Пошла книга. Я могу увеличить. Я могу уменьшить. Вплоть до того, что тут можно и даже, ну смотря в каком она конечно формате. Что за вас будут читать. И есть кое-какие я прочитал. Смотрите, как удобно. Все ярко. Все хорошо видно. Мне очень удобно вот пользоваться этим устройством, планшетом для того, чтобы там читать книги. А брать ответственность за другого человека, когда он не хочет на себя это все взять, а думает, что за деньги. И вот тут как раз и получаются вот эти вот профессионалы и, грубо говоря, профаны. Что профессионал якобы берет деньги, и вы думаете, и вы думаете, что он берет и ответственность за вас. Лечение онкологии. Сколько людей умирает после лечения? А денежки не взяли. Денежки взяли немалые. А ответственность на себя они не взяли. Она как была на вас, так и осталась. Поэтому не перекладывайте ответственность за свое здоровье, успех и прочее, 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 за свою жизнь на других людей. Знаете, эти категории просто-напросто несопоставимы. И мы вот так, кроме что, думать думаем, а на самом деле этого нет. Как ответственность на вас лежала, так она и будет лежать за свою здоровье, за свою жизнь, за свой успех. Хотя люди вам будут говорить, да ты знаешь, вот денежки мне так отстегни, и я там сделаю тебе успешным, таким-сяким-сяким. Вот кроме что вы денежек лишитесь. А все остальное навряд ли получите в том количестве, в котором вы думаете. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!